Энергозависимость имеет большое значение для Казахстана. В трёх энергетических зонах страны уже вводились ограничения на потребление электроэнергии, а это значит, что откладывать решение вопроса нельзя. Подобные мысли высказывают активные группы, что придерживаются мирного атомного курса. На встрече озвучили многолетний опыт стран-лидеров, использующих ядерную энергию. Помимо того, рассказали о преимуществах строительства атомной электростанции для нашей экономики. «В связи с посланием президента мы проводим агитационную работу с населением. Объясняем о том, нужна ли атомная электростанция Казахстану. В данный момент поддержка от народа неоднозначная. Несмотря на это, мы продолжаем работу и ждём референдум. В первую очередь, это важно для нас и будущего поколения». Дефицит электроэнергии стоит на повестке дня для многих государств. Энергозависимость – это большой шаг на пути к устойчивому развитию. Об этом говорил глава государства в своём послании народу Казахстана, подчёркивая проблему возможного энергетического кризиса. «Учитывая долгосрочные национальные интересы и особенности нашей страны, мы должны думать о будущем. Поэтому я постоянно говорю о том, что в вопросе строительства атомной электростанции необходимо широкомасштабно обсуждать и обдумывать планы стратегического характера». На совещании также были представлены мировые достижения стран-лидеров по атомной энергетике. К примеру, Россия, по данным АГАТА, имеет на своей территории 36 реакторов. Соединённые Штаты Америки эксплуатируют 94 реактора, что делает их крупнейшим обладателем ядерных мощностей в мире. Все ведущие экономики Европы активно развивают атомную энергетику. И теперь такой же выбор стоит и перед Казахстаном.